Да приятно забивать, что я хочу сказать. Здесь можно скидку делать всегда человеку, потому что он это делает первый раз, а я делаю это уже третий или четвертый. В Тахе Экспрессе, но он артист. А Копыч настоящий. У него живые эмоции были. Так и играл. Уважаемые зрители, напишите в комментариях к этому видео, за что вы любите эту прекрасную игру. Это Хоккей Бразерс, и они собирают команду, чтобы сыграть матч со сборной России. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Хоккей Бразерс. Всем привет, и это проверка на хоккеиста. Как вы уже поняли из названия, у нас сегодня необычный гость. Профессиональный хоккеист. Он веселый, и он пранкер. Евгений Крутиков, или просто Крутик. Ееее, да здорово. Здорово, Жень. Ну, на самом деле, это первый игрок, которого мы заскаутили в нашу команду и пригласили в наш проект. Он не знаю, чего ожидает, но мы готовимся к сборной России и собираем первую в России команду блогеров. Какие твои ожидания? Брат, я ожидаю, просто прошу провести время с вами. Ну, и победить сбор в России, конечно. Это самое главное. Красиво. И наш страж ворот. Всем привет. У нас сегодня необычный выпуск, потому что новый интересный гость. Я в большом предвкушении. Не будем сегодня разглагольствовать. Дадим классическую хоккейную установку, знакомую всем хоккеистам. Мужики, давай, быстрее. Погнали. Погнали. Всем! Ру-ля-ла. Всем старт! Что-то новенькое. Нет. Сейчас, подожди, не уходи. Немножко сегодняшних правил. У нас будет 5 точек. Мы соревнуемся между собой. Первая точка. Это 3 броска с усоп. Вторая точка. Это нужно бросить и попасть по маленьким боротикам в девятку. Третья точка. Три булита. Четвертая точка. Кроссбар челлендж. Супер модных. Я не знаю, как это называется. Рагулинские краги. Правильно? Рагулин. Реально, Рагулинские краги. С деревянной плюшечкой в лучших традициях. Подожди, я тебя перебил. Крюшечка-то Копыча забивная. Прямо из тех выпусков, где Копыч забил тот самый лютый гол и не пошел на рэпинг. Именно так. И это будет кроссбар челлендж. И пятое. Моя любимая. Ваня нелюбимая. Щелчки с ходу, с разбегу в Иван. Я раньше почему не любил? Потому что было страшно. А сегодня у нас такой гость, Женя Крутиков, который всем своим внешним видом показывает, что ничего не надо бояться. Ребята, поэтому я сегодня с большим ожиданием этих бросков. Будет круто. Оставайтесь с нами. Погнали! Так, все, старый, мы первые наши бросочки от Усиков. Мне кажется, можно закончить выпуск. Был в порядке, симпатичный. Тебе рассказать самую слабую сторону, Ивана? Какой тебе? Очко? Очко, я не знаю, я не проверял. Ты слабо очко? В хоккейном плане проверь мое очко. Это тот случай, когда не стыдно об этом говорить. Давай попробуй, засади меня в очко, братан. Ты волнуешься? Слушай, я вообще не волнуюсь. Давай пока первую пристрелочку. Ничего говорить не буду, но есть что сказать. Ты ворота пристрел. Думаешь? Ага, ага. Вот так, да? Нет. Все, пока. Давай, я думал... Я серьезно, я сразу искал пробник. Да, да. Смотри, он уже подгорел. Нифига не подгорел. Я взял, кстати, новую клюшку. Смотри. Я потому что две проверки проиграл, модная. И если я опять проиграю, я ее выброшу и попрошу. Бауэр, пожалуйста, свяжитесь со мной. Но я не могу забить. Дайте мне нормальный клюш. Бауэр, свяжитесь, пожалуйста. И коньки мне нового нужно. Да не стру, блин. Что, ты начинаешь? Я начинаю. Я на самом деле готов к битве. Давно я хорошенько не выступал. Сегодня настроен. Ты проиграл двум людям, которые с хоккеем... Ну ладно, Тема хорошо, более-менее был хорош. Ты проиграл Тошинчуку и Теме. И сегодня ты хочешь выиграть действующего человека, который до сих пор играет. И что? Амбиции засуни куда-нибудь. Засунул? Все, поехали. На самом деле не так-то просто их ловить, потому что зрители, наверное, не видят. Во-первых, небольшое расстояние. И во-вторых, действительно, ребята поигравшие, они исполняют ювелирные по точности броски. И приходится немножечко хитрить. А получится ли нет, смотрите. А давай просто покажем людям расстояние. Да, давай, в натуре покажем, а то они его снимают. Вот я прямо у головы Ваня. Да, да, да. И как бы ребята могут просто паутинку снимать из девяток. Это не то, что какие-то там ребята-обманщики. Это все хоккеисты с большим прошлым. Обманка, обманка была. Где, почти. На самом деле дырка-то была, я специально туда бросал. Ну что, продюсер ругается. Давай быстренько, без слов. Он уже победил, потому что у него зуба нет. Точнее, часть зуба нет. Амбитский, амбитский надо немножечко обратно. Собери. Я вообще все в порядке у меня. Ну что, все в порядке. Я первый почти обманул, а второй главный. Я, да. Хорошо, идем. Добрый день, спасибо. Куда бросишься, шепотом? Позвью, позвью. Давай. Ладно. Вытащи ее. Ладно. Обычно они берутся. Хорошо, третий. А ты говоришь, амбиции. Я настроен, я готовился всю неделю к этому выпуску. Клюшку поменял, все хорошо. Я настроен, настроен. Я уже горю. Ты понимаешь, я две проиграл до этого проверки, я готов. Барин, серьезно. Не будем рассказывать. Не будем говорить. Давай. Проиграл, чувак. Ну, чуть-чуть Диню не прочитал, но по-моему... А, да, по три, да? 2-2 счет? Нет, 2-1 я веду, это раз. Во-вторых, я подумал, что Джонни сегодня гадал. Зачем гадал? Ну, что, мне... Мне всегда нравится, что у Вани всегда своя война. Типа, вы там боретесь, а он никогда не пропускает. Он всегда, типа, я тут сейчас пауэррейнджер всегда. Пауэррейнджер. Идем ко второй точке. Это нужно попасть в маленькие воротики, в девятку. Погнали. Просто покажи пальцы. А вот туда-то. Старый. Вторая точка. Нужно попасть с весом вот сюда. Ну, пофиг. Чтоб выиграл, по-моему. А что, что теперь скажешь про амбиции? Да сейчас буллит начнут. Вообще пофиг. 3-1, я тогда и 3 не забил. Сейчас у меня уже 3 есть, мне уже спокойно. А это же попался. Это мимо. Это мимо. Ну, сейчас неплохо. Да пофиг вообще, это реквизит. Вань, у тебя новая штука. Да, Сарай. А я ее до этого просто добил. Мы ее вот так проймем. Блин. Такое бывает. Это реквизит, брат. Тангенциркуль, блин. А можно я сегодня поболею за Жеку Крутикова? Брата, мне не хватает поддержки твоей. Мне не хватает поддержки трибуны. Да. Женя! 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 Пробой мимо. Нормально. А я до цели, пластмасска, мне п*** от ворота. Женя, как вы с тобой договорились, нас сегодня должны запомнить. Ты это уже сделал. Ты разбил эту скуковину. Я запомнила пластмасска, брат. Блин, жесть, на самом деле, что теперь делать с ней, я не знаю. Да, от кого упадет. Ну, ладно, по третьему бросочку. Счет-то по-прежнему 1-3. Ты все рядом, старый. Вот так красиво полетело. Жень какая-то. Попробуем догнать этого снайпера. Немного группировку ультров поменяем. Крутиков, Женя! Ну, так, Жек, нам присообразно. Ну, ты знаешь, здесь можно скидку делать всегда человеку, потому что он это делает первый раз, а я делаю это уже третий или четвертый. Поэтому... Вот отсюда попаду. Давай. После второй точки счет 3-1 в мою пользу. Мы переходим к булитам, где не будет преимущества у меня. Почему? Потому что он умеет булиты тоже бить. А в эти воротики нужно немножко чуть. Я, по-моему, ничего не умею. Уже. Да сейчас все нормально. Все нормально. Дорогие друзья, мы объявляем огромный розыгрыш на нашем канале. 6 клюшек, чтобы выиграть хотя бы одну из них. Нужно подписаться на наш канал и на наш инстаграм. Когда наберется 3000 подписчиков на нашем канале на ютубе и 3000 подписчиков на нашем инстаграме, мы их разыграем. Классная идея, я считаю. Полностью поддерживаю слова генерального продюсера. Ребята, выполняйте все условия конкурса. Подписывайтесь. Еще раз повторяем на страницу в инстаграме, на канал в ютубе. И желаю вам удачи в розыгрыше. Я сегодня настроен, ребят. Никакого юмора. Все по-серьезски. Небольшое празднование. Небольшое волнение присутствует? Все в порядке. Просто Артем меня подначил еще до льда, что я плохо делаю проверки. Поэтому я реально настроен. Это всем так, кажется. Ты посмотри в прошлые выпуски проверки, я там просто забить не могу. Я просто дерево. А сегодня просто пошло. Должно же разродиться было. Пора давать нафиг. Не, я плюшку поменял. Бауэр, все равно свяжитесь, пожалуйста. Поехали. Да у меня запал есть, ну как, гандикапчик. Я спокойный, я могу повыпендриваться маленечко. Мне кто-то проклял, походу. Ты наколдовал? Могу дать перебить, но не буду. На правах администрации. Но дам перебить, потому что... А, можно, да? Да. Давай. Давай. Они вдвоем настроены, Жек, люто. Это серьезно, ребята какие-то подъехали. Ага, вот эти ребята. Вот эти ребята. Поехали, последняя попытка. Молодец. Кто не молодец? Счет 4-2 в мою пользу. Переходим в точку номер 4 под названием Рагулин. Меня аватар укусил. Да ты ему дрочил. Не без этого. 21-й вес все-таки. Смотрите, это невозможно забить. Можно с ней? С ней. Что нам надо? Трифанера? Да, тоже три раза. Но тут сразу потребуем, потому что, ну, менять, чтобы не менять. А ее нереально, у меня руки нет. Я тебе говорю, это не надо, чтобы держать. Ищи клюшком. Ну вот, давай так сделаем. А это, по-моему, Бауэр новая новинка. Ты что не знал? Да. Гео-Нексус плюс 3. Это винтаж, винтаж. Мы сделаем по три пробника, реально. Каждый сделает по три пробника, потом три бросает, ну, чтобы хоть как-то привыкнуть. Вдруг что-нибудь не должно. Каличие. Нет, ну просто это дичь какая-то вообще. Ты хочешь померить? Я мерил. А в плюсы мерил? Нет. Я офигею, если я попаду, потому что... Блин, ты тут по кистям не будешь бить. Я тебе скажу, пробивает изи. Ну давай, по точке пробный. Давай, пробный. Перекладом давай, да? Ну, как реально. Это пробный. Сука. Я наконец-то попал, и то на пробнике. Сделай это, как банальный YouTube черно-белым. Кожа толще, чем меня, по-моему. Ты как этот, Волк изна, погоди. На мопед. Да нормально, я попал же. Пойдем. Ну все, пробные броски закончились. Давай, Динька. Я готов. Прикинь, попадешь. Я жду от тебя радость гола, не хуже, чем у Копыча. Блин, ну я Копыча не перебил. У него лучшая праздник. Я ставлю до сих пор топ-1 пока. В нашем, этом. В нашем, в нашем клубе. В Тахи-экспрессе, но он артист. А Копыч настоящий. У него живые эмоции были. Так и играл. Давай. Ай, блин, третий же было рядом. Зараза. Что, я бросал пятый раз, еще ни разу не попал. Да? Да. Это вообще моё. 5 по 3 он считай бросал. Да, кто-то и в бросочках был хорош. То есть, понимаешь, да, уровень? Понимаешь? Твоё это броски, а моё это ничего. Что-то есть моё. Сможешь взять Ивана? Начинаем. О-о-о-о! Ну что? Интрижка, интрижка. 4-3. 4-3, но это хорошо было. Переходим к точке номер 5. Заключительное, замечательное. Что происходит? Не надо, ты вообще-то Рагулину. А, точка номер 5. Поехали. Шелчки. Да? Да? Да. Денис думает, что я очень не люблю шелчки, но на самом деле, Артём, благодаря тебе... У меня не понравилось, кто спрервал меня в самом начале выступления. Хватит, да хватит болтать, ей-богу. Поехали, пятой точке. 4-3. Финал. Если я проиграю, ничего страшного. Если я выиграю, ещё лучше. Если я проиграю. Ты молодец. А если выиграю? Ещё лучше. Крюшка новая, непривычно. Нормально, блин. Сейчас делаю слабее, но точнее. Крюшка новая, не летит сюда, куда надо. Есть шанс такой маленький. А чё, это получается... У меня один, два, а ещё четыре, три. А больше нет у нас он-то? Нет. Давай, Жек, расправняться. 4-4. 4-4. Скажи, сме-за. 4-4. Ну, надо интригу. Я стараюсь, на самом деле, не могу. Первый раз же клюшка новая, вообще модель даже. А вот и амбиции пришли обратно. Я должен отмазку-то всегда делать, да всё хорошо. 10! Жек. Шёп, где-то шёп. Придётся сейчас сравнивать. Угу. Ребят, всё куплено, извините. Что ты скажешь? Победа, победа, что ли? Наконец-то, наконец-то, дорогие телезрители. Ура! Я проиграл. Ну, не, ну, отлично. Я, на самом деле, забил очень много первый раз. Я обычно одну, там, две забиваю. Но гвоздя дал. А давай ещё. А чё хочешь? Ещё дополнительно просто? Ну, играть продолжим. Продолжим, да. Ещё броски сделаю, ещё булиты сделаю. Давай? Ну, давай, смотри. Мы делаем всё по... Не всё по одному, а делаем бросок тусов один, делаем булит один и делаем щелчок один. Давай. Так, тогда счёт получается 4-3 в пользу Диньки. Почему? 5-4. 5-4. Счёт 5-4 в пользу Диньки. И мы идём дальше, да? Да. Ну, он данный шанс отыграться. Да. Овертайм. 5-5. Победа, это очень классно. Сейчас замечательный риск здесь. Сейчас. Так, чё, булиты? Да приятно забивать, чё я хочу сказать. А то у меня Артём, точнее, больше дизморалит всё время. Я такой, я такой, я такой, а я нормальный. Красавший, хорошо исполнил, молодец. Честно, просто устал. Просто, нет, даже не устал. Мы просто разыгрались, всё равно. За такой короткий кисти почувствовали, там. Кровь побежала. Куда побежал? Кровь не побежала. На заднике-то, блин, не так, не так, не так, не так, не так, Рома. Переходим к селке. А чё, селка? Чё, селка? Ну, чё, селка. По одному селку? Да. Надо экипы нагнать. Человеческий фактор, ребят, извините. Я не беру сейчас. Былат, ты видел? Ой, чё. Ну, плюс-а-деец, помню. Где у нас точка? Играем на жопу. Не, подожди, не. Выбирай, куда? Куда? Господи, ты вижу. Не-не-не, он всегда держит это. Как все. Брят. Не-не-не. Угол, шесть. Ну, давай. Ты просто не попал. Я просто не попал, да. Продолжаем. Человеческий фактор, ребят, извините. Продолжаем. По одному и так же? Да-да-да. Человечески. Ну, тут, видишь, уже превращается всё в некий театр. Ребята захотели ещё раз. Ну, пожалуйста, останемся до ночи. Мене сложно. Повёлся на первое, видел? Как качнул. Продолжаем. Продолжаем, ребята. Два раза потерял по пути. Попыт. Попыт. Я планирую сейчас поставить точку. Давай. Не знаю, сами решайте, кто победил, кто нет. Мне кажется, была отличная проверка. Все повеселились. Ванька, как всегда, честно, лучше. Очень хорошо отстоял. Молодец. Старый, я думаю, ты не знаешь, что мы дарим именные подарки каждому, кто прошёл проверку. Это как печать, как... Не знаю, что ещё. Чем скажу. Ты запечатан. Это замечательная футболка твоя. Но, прежде чем я тебе её дам, у нас самый главный вопрос. Готов? Распечатай очко, Иван. Он распечатал. Он распечатал. Готов ли ты, Вань, у нас специальное предложение человеку. Готов ли ты вступить в наши ряды хоккей-бразер, стать... Фантом. Что-то произошло. Стать нашим хоккейным братом и... Я не знаю, что... Ничего, просто... Создать эту замечательную атмосферу, продолжать радовать людей. Я готов. Я готов максимально на каждой игре просто все стоки отдавать. Всего себя на этом замечательном событии. Супер, Вань. Мы очень рады. Вань, пару слов к нашему новому игроку, как он себя проявил. Жека, ты на самом деле большой молодец. И ты всем нам показал, за что мы любим эту прекрасную игру. За что, Иван? За то, что мы испытываем страсть, эмоции и любовь. Выпуск, на самом деле, был про любовь. Нашу любовь к этой великой игре, к хоккею. За что вы любите хоккей? Напишите в комментариях. Автор самого интересного, на наш взгляд, комментария получит лично от меня футболку. Нет, нет, еще раз нет. Напишите в комментариях, дорогие телезрители, оставлять ли нам, Женька, потому что вы тоже решаете, кого брать в состав, а кого нет. Может, он вам не понравится. Может, такое быть? Внешне. Может, как человек. Человек плохой. Мы плохих не зовем, брат. Итак, это твое? Спасибо. Это эксцесс, я надеюсь. Бару, бару. Именно. Все. Топик. Ребят, а вы не забывайте подписываться на канал, оставить 300 лайков под этим видео. Мы разыграем эту замечательную джерси для вас. Оставить комментарии, оставляем ли мы Женька в нашей тиме. С вами опять еще раз повторюсь, нет. Любите хоккей так, как его любим мы. Всем пока! Вань, я тебе лично разрешаю какой-нибудь конкурс сделать, на какой-нибудь комментарий интересный. И ты от себя лично подаришь. Да, я так и хотел. Давай, все, пожалуйста. Уважаемые зрители, напишите в комментариях к этому видео, за что вы любите эту прекрасную игру. Автор самого интересного комментария, на мой взгляд, получит лично от меня футболку Hockey Brothers. Спасибо за просмотр. Браво! Просто отлез.